День международной солидарности трудящихся Особенно не на словах, а на деле отстаивать свои трудовые и конституционные права в условиях наплевательского отношения власти к законам Ну и, пожалуй, самый главный вопрос, что же на самом деле должно было бы сплотить россиян Риски внешней военной угрозы и санкции, контрсанкции Или же все-таки четкое и внятное осознание своих классовых интересов и борьба за них Сегодня в нашей студии Обухов Сергей Павлович, член президиума, секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Здравствуйте Здравствуйте Кравченко Людмила Игоревна, эксперт Центра научной и политической мысли и идеологии Здравствуйте Сергеев Юрий Николаевич, член наблюдательного совета Института опережающих исследований имени Шиферса Здравствуйте И Парфенов Денис Андреевич, член Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления фракции КПРФ Добрый день Здравствуйте, дорогие гости Рад вас видеть в нашей студии Ну давайте, Сергей Павлович, с вами мы начнем этот разговор на тему 1 мая Все-таки в Советском Союзе 1 мая отмечали день международной солидарности трудящихся Сегодня этот праздник так вот корректненько превратили в день весны и труда Вот как вы считаете, люди сегодня понимают смысл международной солидарности трудящихся? Видят в нем какой-то смысл и пользу? Или же классовое сознание большинства россиян полностью уже уничтожено? А молодежь его никогда особо и не имела? Вы знаете, в вашем утверждении есть такие разные грани В Советском Союзе, конечно, международной солидарности трудящихся И я думаю, что и сегодня он остается днем международной солидарности трудящихся Просто те, кто осознают эти права, эту тему, эти проблемы Их, конечно же, относительное меньшинство И если говорить про левые силы, про левые партии, прежде всего про КПРФ То задача внесения классового сознания в массы, она остается актуальной На мой взгляд, даже если говорить про экономическое сознание Оно хоть вносится стихийно, но на мой взгляд Мы в нынешнем социально-классовом расплаве в российском обществе Имеем только сформировавшийся, по сути дела, до конца класс, ну скажем так, крупной буржуазии и олигархов А все остальное пребывает, ну скажем так, в социальной магме и расплаве Олигархи, велончелисты, они понимают свои классовые интересы? Ну, они не то, что понимают Они, по сути дела, отстроили под эти классовые интересы всю деятельность нашего государства И вот то, что у нас сейчас происходит, в том числе и на выборах И в официальной пропаганде Сплотимся все вокруг военного вождя Да, вот тут двух велончелистов забодали Бедный Виксельберг с Дерипаской А теперь мы давайте примем контрсанкции, чтобы вам было еще хуже Но на этом фоне Виксельберг с Дерипаской будет полегче Спасибо Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что Вот, собственно говоря, празднование 1 мая, его, наверное, сейчас цель Это просвещение и внесение вот этого класса воссознания в массы Да, знание есть сила Юрий Николаевич, давайте попытаемся понять, в каком же положении Находится сегодня трудящийся в условиях затяжного социально-экономического кризиса Не по имени этого слова и отчасти политического кризиса, но и в целом системного кризиса в стране Ну, вот смотрите, мне просто кажется, что здесь ключевой вопрос Это что с трудящимися произошло со времен начала 20 века Потому что сказать, что у нас сейчас есть класс-пролетариат образца начала 20 века, ну его нету То есть все очень сильно дифференцировалось В этом смысле, какой класс сейчас является эксплуатируемым? Ну, вроде сказать, что это вот пролетарий, ну нельзя Наоборот, если мы посмотрим на регионы, то это люди, которые, ну вот те, кто являются сотрудниками промышленности, инфраструктуры и так далее Те, кто получает, в общем, неплохую зарплату на общем фоне Ну, по факту В этом смысле без средств к существованию остаются пенсионеры, без средств к существованию остаются безработные То есть не пролетарии, не рабочий класс, не трудящиеся Ну, а вот ситуация, когда, например, шахтеры, дальнобойщики, угольщики в Гуково получают по 20-25 тысяч рублей И 20-25 тысяч с концами еще не получают заработную плату То есть они же также эксплуатируемые, также живут, что называются от зарплаты Ну, смотрите, это скорее, ну, во-первых, это все-таки скорее единичные случаи Ничего себе единичные Смотрите, единичные на общем фоне Но если мы посмотрим на глубинку, то там все-таки люди, которые работают на каких-то промышленных активах Они имеют средства к существованию, в отличие от всех остальных Поэтому в этом смысле вопрос, о каких трудящихся идет речь в данном случае И это, на самом деле, очень такой сложный и интересный вопрос Потому что, ну, хороший вопрос Вот кто сейчас является эксплуатируемым в этом смысле? Вот так вот И вы бы как ответили на этот вопрос? Я бы ответил, смотрите, я бы ответил очень интересно Что, с одной стороны, эксплуатируемые не только в России, но в мире в целом Являются мигранты, если смотреть на то, что происходит Ну, как? Ну, приезжают таджики в Россию Ну, вот это девчонки штрейкбрехеры, если с классовой точки зрения смотреть Понижающие стоимость рабочей силы Подождите, но в этом смысле уплыла классовая точка зрения Вот нет уже классического классового распределения Да, брось, и есть Есть Денис Андреевич, давайте прокомментируйте На сколько хорошо живут работники промышленных предприятий сельского хозяйства в регионах На 20-25 тысяч рублей Не, ну, во-первых, давайте все-таки, да, постараемся внести ясность То, что сейчас промышленный патриарх во времен, там, да, когда еще работал Карл Маркс Не составляет большинства среди трудящихся, да, вовсе не означает, что пролетариат перестал существовать Да, я просто напомню, что пролетарий – это любой, кто не живет там за счет капитала, дохода от собственности А кто зарабатывает своим трудом, да В этом смысле пролетарием является и продавец в магазине, и шофер, там, и тот-то за станком стоит И крестьянин У меня есть вообще конторский пролетариат, торговый пролетариат Да, поэтому все это есть, как пролетариат никуда не делся Другой вопрос, да, то, с чего мы начали Каково его классовое сознание? Нельзя сказать, что человек живет в неком вакууме, да, что у него в голове вообще пустота, так сказать, и ветер ходит между ушей Нет, у него сознание-то есть как раз Другой вопрос, что оно буржуазное, даже мелкобуржуазное Оно навязано правящим классом, который совершенно правильно отстроил под себя всю властную вертикаль, всю работу СМИ, всю работу культурной сферы Естественно, навязывает ту точку зрения и то мировоззрение, которое ему выгодно Ведь ему выгодно, чтобы пролетариат жил мечтами о том, чтобы они сами стали олигархами Вместо того, чтобы бороться с действующими олигархами, вот и все Только за счет того, что пролетариат не осознал себя как класс, способный сам вершить свою судьбу и историю страны Только на этом и держится действующая конструкция вообще и власти, и экономики Если в какой-то момент количество людей, которые понимают, как все устроено и что нужно сделать для того, чтобы улучшить свое положение и положение будущих поколений Достигнет той точки, когда сможет повлиять на политическую ситуацию Ничего им противопоставить будет невозможно, никакая Росгвардия не спасет олигарх Спасибо большое Людмила Игоревна, давайте пытаемся понять, в каком положении находятся сегодня трудящиеся ваши социологические замеры, о чем говорят Как вы оцените в целом экономическую ситуацию в стране Я напомню, что у нас даже по данным Росстата половина населения страны имеет доходы ниже 23,5 тысяч рублей Я думаю, что сложно это назвать как-то иначе, кроме как жесткая эксплуатация Правящим олигархатом, кооперативом озера, как угодно Что называется и сырья, и человеческого капитала в стране Ну если говорить о положении рабочего класса, то я тут не соглашусь с коллегой Все-таки даже те же самые пенсионеры считаются более защищенные, как минимум потому, что они имеют стабильный источник дохода, пусть и небольшой Что касается рабочего класса, то источники дохода здесь могут варьироваться разные Вот вы назвали 20-25 тысяч, да, иногда это может быть даже и 6 тысяч То есть доходы рабочего класса весьма варьируются от региона и от той профессиональной деятельности, которыми они заняты И поэтому, учитывая еще при том, что это, как правило, трудоспособное население, то есть это работники, которые должны содержать семьи, то они оказываются в крайне тяжелом положении Поэтому мы говорим о том, что кто-кто, а трудящийся у нас сталкивается со множеством вызовов В том числе, это вызовы не только низкой заработной платы, это вызовы также невыплаты заработной платы Это различные банкротства организаций и предприятий, которые усугубляются в период санкций, в период экономического кризиса Что касается же структуры, то можем констатировать, что действительно у нас происходят некие трансформации И как таковой рабочий класс изначально, там сельское хозяйство и промышленность, их становится все меньше К примеру, в 2005 году у нас доля обрабатывающей промышленности была 18,8%, сейчас уже 14,2% В сельском хозяйстве также увеличивается зато финансовая деятельность и торговля Это говорит о том, что происходит перемещение в совершенно другие сектора, которые являются не производственными, а в некоторой степени спекулятивными Плюс еще важный момент, что у нас формируется некий пласт огромной рабочей силы, которая фактически не встроена в систему К примеру, мы помним статистику, что у нас таксисты являются одним из самых больших представителей рабочего класса Это те люди, которые не смогли найти... 9 миллионов водителей Казалось бы, да, кого они могут только обслуживать Но фактически не всегда эти доходы этой отрасли учитываются в валовом продукте То есть это те люди, которые не смогли быть встроенными в систему Плюс еще такой же феномен, который сейчас на Западе получил название прикариат Это люди с частичной занятостью, у которых нет никаких социальных гарантий Они работают, фрилансы и прочее, но тем не менее, не встроившись в систему, они не имеют определенных ни дотаций, ни гарантий Соответственно, для женщин это отсутствие всяких пособий Для мужчин в случае безработицы тоже, как правило, это отсутствие пособий, невозможность оплатить себя в период отпуска и прочее То есть мы говорим о том, что положение рабочего класса сейчас в современной России все более усугубляется на фоне ухудшения экономической ситуации Спасибо большое, Сергей Павлович Ну вот как раз две недели перед первым маем президент Путин в очередной раз заявил, что собственники предприятий, особенно крупных и сырьевых, должны нести серьезную ответственность перед своими сотрудниками Ну вот я сколько помню, лет уже 15 я это слышу постоянно перед каждым первым маем Что необходимо объединиться, соответственно, владельцам бизнеса, топ-менеджерам с рядовыми сотрудниками Между которыми пропасть в сотни раз по доходу стоит, даже может в тысячи раз Если мы говорим про нефтегазовые компании Госбанки Вот как вы думаете, за этими словами поставят какие-то реальные дела, какие-нибудь реальные, не знаю, может быть, новые законы, их новая правоприменительная практика Государство начнет принуждать собственников, ну особенно госкорпораций, госбанков, там, где извлекается сырьевая экспортная рента К тому, чтобы они, что называется, делились получаемым доходом с остальным рабочим коллективом Ну, действительно, это ритуальные призывы гражданина Путина Но мы должны понимать, что власть тогда что-то будет реагировать на ситуации в социально-трудовых отношениях Когда, ну, почувствует для себя опасность Ну вот в прошлом созыве я был одним из авторов, в том числе Путин подписал законопроект О том, что работник имеет право приостанавливать заработную плату, в смысле работу, в случае невыплаты ему заработной платы И за это работодатель должен ему оплачивать средний заработок Это почему был принят законопроект и подписан президентом? Потому что были массовые выступления, в том числе и давление на власть И резко росла задолженность по заработной плате, которая угрожала стабильности режима Поэтому, собственно говоря, оппозиционные вмешательства в социально-трудовую сферу Ну, было принято властью, и президент подписал законопроект То есть, нет хорошей жизни, нет за любви к трудовому большинству? Нет, нет, в любом случае, или, допустим, вспомним ситуацию Кингауголь в город Шахты Там сколько, почти 600 миллионов, да, не помните, Денис, задолжали Ну, вот, московская, городская, ростовская партийная организация Угроза, что шахтеры приезжали, били касками у дома правительства Тогда, ну, половину им выплатили, да? Да, еще пока не все А 300 миллионов, так говорится, и заныкало правительство Не что правительство, а олигархат Ну, или вспомним тоже ситуацию с зимней вишней, да? В Австралии сидит собственник, который, пожалуй, пожалел, сколько там, 7 миллионов рублей На систему пожарной безопасности устраня А судить сейчас будут руководителя пожарного расчета Который, видите ли, не по той лестнице пошел То есть, вот эта жажда сверхприбыли, она все равно остается Это суть капитализма И как бы мы ни говорили, там, что-то изменилось Там, непонятно, пенсионеры, не пенсионеры Да, рабочий класс, вот, классический рабочий класс, характерный для индустриальной эпохи Он трансформируется Значит, мы недавно делали в нашем центре политической культуры исследования по рабочему классу И, да, действительно, сейчас самый массовый отряд рабочего класса Это работники пищевой промышленности Пищевой промышленности Ну, вот, такие диспропорции Значит, ВПК враспиле, оборонка, ну, сами понимаете Да, да Крупных предприятий нет Так вот, здесь, собственно говоря, и большая проблема для проявления солидарности Что такое основной отряд рабочего класса? Это работники пищевки Пищевка, это, ну, отсылы 10, 15, ну, 30 работников Которые, ну, современные производства Если говорить о современном производстве Значит, массы нет Как действовали раньше профсоюзы Большой массы нет На улицу шибко не выведешь Таких людей Их голос Поэтому вот эта вот дисперсия и разбросанность рабочего класса Точно так же, как я согласен с проблемой прекариата Это самый обездоленный, в общем-то, слой населения И они производят добавленную стоимость Потому что наука стала частью производства То, о чем говорил Маркс еще 200 лет назад Она стала реальностью Значит, и эти люди работают Но они опять атомизированы То есть, нет никаких структур Я вообще наблюдаю за процессом, ну, скажем так Попытки профсоюза образования Но, во-первых, с точки зрения законодательства Это почти невозможно Создать независимый от власти профсоюз А действующие они просто под крышей администрации президента И не дают Но никуда не денешься Потому что противоречия никуда не пропадают Да, может быть, сейчас на первое Если мы говорим про массовые вступления На первом месте безопасность детей Жизни, да Значит, мы говорим Черный лебедь, если прилетает То он связан с безопасностью теракта Гибель детей, отравления и так далее Но, если эта проблема как-то будет решена Дальше выступит проблема Безопасных условий труда Я извиняюсь, что долго занимаю время Просто еще один штрих Институт социологии Российской академии наук Завершил в прошлом году Большое, огромное исследование Так вот, они стучались во все двери И говорили Господа хорошие в правительстве Господа хорошие в политических партиях И в Думе Ключевое, главное противоречие Нынешнего российского общества И это детонатор в трудовых коллективах Где вопиюще нарушаются права работников Это, значит, если будет коагуляция этих проблем Я не знаю, каким образом оно произойдет Взрывоопасно для общества Юрий Николаевич, ну вот Значит, в апреле были опубликованы Декларации о доходах высших российских чиновников Ну, там были фантастические суммы У вице-премьера Хлопонина Почти 3 миллиарда рублей Совокупный доход за год Причем только то, что опубликовано То, что не опубликовано Мы так и не знаем В среднем за полчаса Он получает столько же, сколько рядовой россиянин Примерно в течение одного календарного года И ведь если еще лет, наверное, 10-15 назад Такие доходы как-то боялись говорить Стеснялись, потому что все-таки Ну, как-то было неудобно, непалькорректно То сейчас уже не стесняются О чем это может говорить? О том, что мы преодолели проблему пропасти Между сфербогатыми и бедными Что вот этой имущественной поляризации больше нету Или то, что, в принципе, государство считает Такие пропасти между богатыми и бедными нормальной И не страшно, когда чиновники получают Не просто в десятки, а в сотни, в тысячи раз больше Чем те, кем они управляют Во благо, кого они должны трудиться Ну, смотрите Во-первых, вот эти все декларации стали доступны Потому что некоторое время назад было принято это законодательство Там подавление оппозиции, кстати, играли Безусловно То есть в этом смысле Некоторая линия движения в эту сторону началась Дальше, если мы реально посмотрим на вещи То у нас в этом смысле система Вообще идеология Она связана с плоской шкалой налогообложения Потому что налогообложение Это и есть в первую очередь способ перераспределения А если мы на нее реально посмотрим То она на самом деле не прогрессивная Не то, что не прогрессивная Она регрессивная То, что там Фадеев не так давно Довольно любопытно вычислил Потому что чем больше С возможностями привлечения консультантов Людей, которые помогут оптимизировать налогообложение И так далее, ты обладаешь Тем больше ты можешь оптимизировать Ну, там, начиная с офшоров, собственно Затраты В результате получается, что С зарплаты вот этого самого обычного человека Мы, чтобы заплатить человеку 100 рублей Мы должны потратить 150 рублей Если мы говорим про прибыли То там совершенно другие цифры Ну, даже просто налог на прибыль Он там гораздо меньше То есть богатые платят меньшую долю На долю с получим дохода Чем бедные Конечно, конечно В этом смысле система распределения Она регрессивная И в этом смысле Ну, то, с чего было бы любопытно Начать, это вот эта регрессивная система Но дальше мы натыкаемся на историю Что у нас же инвестиции, они связаны И вообще, как бы, проблематика инвестиций Она связана с тем, что Ну, я что-то вложил И я должен как-то деньги вынуть Ну, конечно И тогда мы таким образом Очень сильно ударим По инвестиционному процессу Юрий Николаевич, а может Такой вопрос Смотрите, но ведь на Западе Примерно процесс в чем-то схожий До, значит, дохода Самых богатых людей Я смотрю даже опережающими темпами По сравнению с доходами Топ-менеджмента крупнейших корпораций Богатые богатеют, бедные беднеют Эта тенденция наблюдается и в США И в Европейском Союзе И в том же самом Китае И в Японии И некоторые такие Социально-экономические индикаторы Говорят, что сейчас Пропасть между богатыми и бедными В Штатах Самая большая С 1929 года В экономике Великой депрессии То есть К чему это может привести К очередным глобальным Социальным и политическим потрясением Что может быть Какие-то новые революции Смотрите, значит Вопрос С чем это связано И на мой вкус Это связано не с тем Что Если мы не берем Страны третьего мира Типа Африки Вот Там где совсем все плохо Если мы берем Плюс-минус развитые страны И полупериферию Так называемого То там же процесс Очень любопытный Там дело не в том Что Нижняя часть населения Начинает жить хуже Там наоборот В Китае Они там как-то стараются В России в этом смысле Сказать, что у нас Какое-то тотальное ухудшение Произошло за последнее Ну Не совсем так В этом смысле Уровень жизни В целом Он пока не сильно падал То есть Он пока еще не упал Он упадет Но еще пока не упал Нет, ну я не соглашусь Значит Вот если Я извиняюсь Вставка небольшая Значит Топ 10 10 Чиновников Да Сенаторов Депутатов Членов правительства И Членов администрации Президента Значит 20 миллиардов Доход Сейчас Да В 2015 10 миллиардов То есть Если мы Берем официальную статистику По населению И те же 10% Падения Официального Жизненного Распределения Смотрите Вопрос Я же сейчас пытаюсь Я сейчас не Россию Я сейчас пытаюсь Глобальным трендом А глобально Почему происходит А вот в глобальном тренде Не могу здесь 100% утверждать Но у меня гипотеза Здесь следующая Мы в последнее время Наблюдаем падение Роста ВВП везде В развитых странах Особенно И при этом Усиление расслоения Что это означает Это означает Что это расслоение Связано с финансовым сектором В первую очередь И с распределительным процессом С виртуальными деньгами С виртуальными деньгами В первую очередь Ну в смысле Деньгами Которые материально Ничем не обеспечены А ведет это К следующему кризису Образца 2008 года Очень сильно Спасибо Денис Андреевич Ну вот Все-таки Давайте тоже будем Постепенно двигаться дальше Экономисты сейчас Подсчитывают Какой ущерб Российской экономике Российскому бизнесу Несут новые санкции Завтра Причем почему-то Считая только по списку Форс российскому Даже было в моменте Вот краски в понедельник В черный понедельник Почитали что Суммарные убытки Нашего крупного олигарха Поставили там Полтора десятка Миллиардов долларов От падения котировок Вот с вашей точки зрения Кто построит В первую очередь Народ И социально-трудовое большинство Или же власть имущие И срочно с ними олигархи И кто кого будет Вытаскивать из этого болота Ну собственно Мы уже видим Из практики Что когда По олигархам Бьют западные санкции То правительство И большинство В государственной думе Радостно спешит Помогать Самым нуждающимся Самым малоимущим То есть тем самым олигархам Которые потеряют Свои капиталы Из-за санкций Да Им всевозможные Налоговые льготы Освобождение От всех форм И видов ответственности Практически прямая помощь В свое время В банке Как закачивали деньги Так я думаю И в будущем Будут это делать Поэтому к сожалению Как это ни странно Санкции Которые вроде как Должны бить По самым богатым Тем самым Принуждая их Быть более покорными Для запада Ну просто бьют На самом деле По населению С которого будут Еще больше взамать денег Чтобы этим богатым Компенсировать И они дальше Обеспечивали лояльность Устойчивость Этого режима Вот Поэтому здесь К сожалению У нас ситуация Довольно прискорбная Другой вопрос Что вот здесь Очень правильно На самом деле Мы касаемся Вопросов Тем очень важных Ведь если Мы говорим о том Что происходит Расслоение Да И богат становится богаче Бедный становится беднее То например В России Да Это приобрело Очень интересную форму Ведь Предпосылка Для революционной ситуации Является только Тот случай Когда обнищание Масс происходит Быстрее обычного Слишком резко Да Когда происходит Встряска такая В социально-экономическом смысле А у нас В общем По-моему Правительство Прекрасно это осознает И мероприятие свое Выстраивает таким образом Что да Население Может оно по чуть-чуть Начинает жить хуже Но главное слово Это именно по чуть-чуть И народ успевает Привыкнуть Приспособиться Адаптироваться К этой ситуации И получается Что вроде как Ну да Чуть-чуть Под затянем Нам объясняют Что нищета За стою Это нормально Это новая реальность Как нам говорят Ну вообще Один из главных столпов Почему до сих пор В России ничего страшного Не произошло В социально-экономическом смысле В социально-политическом смысле Это то что Ну у нас в принципе Народ привык жить скромно Еще так сказать Там с советского времени Да Но если тогда Это было нормально Абсолютно И укладывалось В рамки вообще Развития социалистической экономики То сейчас Этим просто беззастенчиво пользуются И продолжают Последнюю копейку вынимать Мотивируют И тем Что это нужно Там на военные нужды Для того Чтобы сплотиться Вокруг национального лидера Там и все прочее А еще офшоры создать Можно Да Ну нет Ну офшоры Это вообще отдельная тема Мы же знаем Что практически вся крупная собственность Она не находится В российской юрисдикции Так или иначе Это вообще отдельный вопрос О том Если как бы А внутренние офшоры Чтобы помочь Виксельбергу Дерипаске Да По полной программе Разворачивается это сейчас Это вот одна из форм Как раз спасения олигархов От тех санкций Которыми американцы Пытаются их бить Спасибо большое Людмила Игоревна Но вот с вашей точки зрения Все таки Что же победит Здравый смысл И четко внятное сознание Россиянами Своих классовых интересов Своих конституционных прав И что в конце концов Тогда как бы не была Там Эта конституция российская написана Или же все таки Вот риски внешней угрозы Агрессии НАТО Страна в огне Против нас Ведение санкций Вроде как коней На переправе не меняют Поэтому вроде бы как Раз Путину ставят ультиматум То видимо ставят ультиматум Всероссии Поэтому надо поддержать Национального лидера Как нам говорят По гостелеканалам Вот как здесь Этот найти Между откровенно разрушительной Такой похабной Социально-экономической политикой Которая оставляет Без штанов Большинство россиян И с другой стороны Вроде бы как Такая смелая Как нам объясняют Такая патриотическая Внешняя политика Не то что же голосовать А как они будут ставить Свои права Если будут Ну начну с того Что же все-таки победит По всей видимости Как обычно победит пропаганда Именно она побеждала В последнее время Благодаря этому Как-то не оптимистичен В хорошем краткосрочной перспективе Пока нет лидера Который скажем Поведет народ Победит пропаганда Она же побеждала В последнее время И поэтому вся эта Военная кампания Она и была Представлена в качестве Некого достижения президента И более того Когда президент Баллотировался на новый срок То народ Сразу же В соц.прохот Отмечал Что внешняя политика Это хорошо Мы там достигли успехов Но все-таки хочется Чтобы подумали О внутренней политике И Песков в частности Заявлял о том Что президент Сосредоточится На этой внутренней политике Однако же Уже первые заявления Путина Касались именно Внешней политики О беспокойности Тем Какие там дисбалансы И какая нестабильность Происходит Поэтому властный курс Конечно же Будет все-таки Опять на ту же самую Внешнюю политику И прежде всего Будет попытка Опять сплочения Сплочения народа Под фактом того Что есть санкции И нужно противостоять Общей угрозе Президент уже заявил О том Что это санкции Введены не против Олигархов А против всех 146 миллионов Населения Российской Федерации Поскольку По его словам За каждым крупным Олигархом Стоят определенные Рабочие силы Кого он эксплуатирует Понятно Да Совершенно верно Это уже Если прямым текстом Расшифровывать его слова Поэтому курс Будет сделан Именно на внешнюю политику Что касается Внутренней политики То здесь будет Также общий тренд Ухудшения Социально-экономического Положения граждан Конечно же Можно ожидать Определенный Рост протестов Преимущественно Это в сфере Трудовых конфликтов Это опять связано С банкротствами И невыплатой Заработной платы И более того Сама же власть Будет предпринимать Усилия Которые только Дестабилизируют Это направление Поскольку Ухудшение Социально-экономического Положения Будет вести Дальше к тому Что предприятия Не смогут выплачивать Заработные платы А периодические встряски Которые мы сейчас видим Когда к примеру Хватает какого-то Руководителя Его сажают под арест И соответственно Заработная плата Не выплачивается Населению Отсюда дополнительные Трудовые конфликты Это все провоцирано В том числе Неумелыми действиями С вашей точностью Что же выберет Население страны Сплочения вокруг Президента В условиях Внешних угроз И санкций Или все-таки Борьбу за свои Трудовые права И классовые интересы Я уже ответила Сам в начале Победить пропаганда Поэтому конечно Все сплотятся В какой-то момент Я бы здесь все-таки Добавил Что пропаганда Пропаганды Она сильна Но черных лебедей Хватает И когда будут считать Что вроде бы Всех убедили Извиняюсь На мусорной свалке Волоколамске 77% Путина Не спасли Ни губернатора Арабьева Ни местного Главы Поэтому Прятаться пропагандой Можно всегда До определенного предела А то что Нам грозит взрыв В том числе И в регионах 35% Бюджетов регионов Это налог от прибыли А вот Эти санкции Сейчас обрушивают Собственно говоря Возможности Сейчас мы с вами Краски продолжим Я пока предлагаю Знакомиться с результатами Голосования Которое проходило На сайте канала Красная линия Вопрос звучал Следующим образом Что же является С вашей точки зрения Основой солидарности Трудящихся В сегодняшней России 2% наших телезрителей Считает Что это Необходимое сплочение Перед лицом санкций 4% телезрителей Что это поддержка Социально-экономического Курса Президента правительства 85% Классовый интерес Борьба за свои права 9% Затруднились Ответить Ну Сергей Пожалуйста Прокомментируем У нас просто Скажем так Классово продвинутая Сознательная Сознательная аудитория Так 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 По крайней мере Понимаем Хотя я понимаю Что если мы Экстраполируем цифры На все общество То Я соглашусь Вот эти первые Два пункта Они будут существенно Больше Чем Борьба за свои права Сейчас там фигурирует То ли в ЦОМ Не помните Денис То ли в Левадоцентр Что 86% граждан Заявили Что не будут выходить На акции протеста В ЦОМ по-моему В ЦОМ Да Ну это правительственный ЦОМ Я соглашусь Ну может быть не 86 А 80 То есть в любом случае Это Ну скажем так Тренд такой Сейчас общество Пребывает В ожидании В ожидании от Путина В ожидании чуда Чудо Что мы проголосовали Хотя президент Честно Сказал Что А ничего не будет Это длительный процесс Вы мне большие надежды Помогаете Еще потерпите 18 лет терпели Медведев сказал Что нужно очень серьезное Трепет отношение к экономике Без волюнтаризма Без метаний И без популизма Ну это ладно Оставим Я думаю что реальность Народ скажет А мы за это не голосовали Он с удовольствием это скажет Как только увидит Ухудшение Вы видите как болезненная тема Лекарства В связи с санкциями воспринято Просто общество Все взбодоражено Это вопрос жизни и выживания Поэтому О повторении 2011-2012 годов На почву Социально-экономического протеста Обостреление Каких-то внутренних Экономических противоречий Это тоже возможно Потому что мы видим Что вот эти санкции Они воздействуют На часть олигархата Они надеются выжить Да Собственно говоря На это санкции рассчитаны Чтобы в ближайшем окружении Путина Среди олигархов Ну сформировать Ту самую оппозицию Которая ну скажем Изменит курс И сделает Россию Уже окончательно Безвольным придатком Запада Так что Наш молодой империализм Еще сопротивляется Еще борется за эти Рынки сбыта Пытается выйти Там навязывать свою политику Ну а ему сказали Сиди тихо Молчать Да Здесь у ноги В этой связи Можешь произвести перерождение Нашего этого Компраторского Офшорно-олигархического Капитала В национально ориентированную Хотя бы национально ориентированную Буржуазию Как говорили классики Объективные процессы Мы же видим Что ВПК Что такое ВПК Это все-таки Наиболее передовые Технологии Производства Соответственно Квалифицированный Рабочий класс И не только рабочий Средний класс Который Ну Способен воспринимать И пропаганду И Ну Не непрорежимую Альтернативную Точку зрения Поэтому Могильщик здесь все равно Растет Никуда не денешься Отбиваясь от запада Даже рисуя мультфильмы Мультфильмы тоже нужно Рисовать Звездные войны Квалифицированными силами Вкладывая В том числе Рабочих Да Они подготавливают Своего могильщика Объективных процессов Здесь никто не отменял Сергей Павлович Спасибо вам большое Юрий Николаевич Ну вот смотрите Как Сергей Павлович Правильно сказал Что уже стало понятно Вполне себе Что президент Всем доволен Его более чем устраивает Медведев Кабинет министров Он хвалит За крайнеэффективную Макроэкономическую политику Что не справились С нереальными Тяготами Невзгодами Вывели страну Из-за тяжного кризиса Международный валютный фонд И Всемирный банк Тоже хвалит Анна Бюллина Силуанова Вообще гордятся Нашим финансово-экономическим блоком Надо их туда экспортировать Видимо в Вашингтон Либо в Лондон Желательно Вот И уже стало известно Что на подходе Целый ряд Как они называют В правительстве Непопулярных Сложных Якобы реформ Здесь повышение Пенсионного возраста И новый виток Пенсионной реформ И повышение Возможно НДС Там до 22% НДФЛ До 15-16% Платоны Капремонты Меркурий Утилизационный сбор Все поднять С Вашей точки зрения Как долго можно еще будет Что называется Отжимать досухо Российскую экономику И дать население Как бы это что-то Какая-то главная стратегия Еще на обозримующий след Ну смотрите Мне кажется Что здесь Дело даже не столько И не только В повышении налогов Потому что они там Будут как-то сбалансированы Ну потому что Понятно Что позиция Финансового блока В том чтобы бюджет Как-то наполнять И они там разные способы Ищут И понятно Что их с другой стороны Будут подавливать И не давать очень сильно Там как-то Людей обирать Вот Но то что Один из основных рисков Связан с тем Что той финансовой стабильности Которой сейчас На ближайший срок хватит И делать в принципе Ничего особенно не надо И это скорее За счет внутренних заимствований За счет девальвации У которой потенциал еще огромный За счет тех фондов Накопленных Которые еще пока остаются То есть на 6 лет Этого точно хватит И может быть Даже еще на 6 лет хватит Плохо Финансовой стабильности Вот это вот финансовая стабильность Сохранение вот этой Финансовой стабильности За счет тех резервов Оно на населении Это не сильно Долбанет Потому что Население Ну как капремонты Повышать ЖКХ Повышать Мород выживет И мне кажется Что риск основной в этом Что финансово Социальную стабильность Сохранить На полтора срока Еще скорее всего получится А вот там Когда промышленность Система промышленности Отстанет окончательно Вот там-то все И начнется интересное И нефть окончательно Снизится в цене Так, Дизарь, ждать Покомментируйте Как вы думаете Еще 6-10 лет Мы вытерпим Такого затягивания Вроде как Три с половиной года В состоянии Такого затяжного кризиса Находимся Депрессии В принципе уже И заначек людей Особо не осталось И глябовой заначки Не осталось И сбережений нет У 70% населения Куда затягивать-то? Понимаете Ну, чисто теоретически Если вспомним Да, железную пяту Джека Лондона Там было, по-моему 300 лет Под пятой олигархией То есть теоретически Это длится все может Очень долго Другой вопрос Что Ведь нужно понимать Что с одной стороны В правительстве Да, там В руководстве Сидят С одной стороны Отнюдь не глупые люди Но с другой стороны Они все-таки не боги И не в состоянии Контролировать все процессы Общества на 100% Да Социальная инженерия Тоже имеет свои Какие-то пределы И в общем-то Нужно понимать Что возможности Вот управлять В каком-то конструктивном ключе Они, наверное, сейчас Ну, уже практически Вот к своему пределу Подошли Почему? Потому что Ну Слишком велик разрыв Между богатыми и бедными Да Слишком сильным становится Отставание от ближайших соседей Да Слишком сильно Достигло Какого-то уровня Конфронтации На международном уровне Что Все больше приходится Где-то отступать Сдавать позиции И этот процесс будет Ускоряться со временем Да А соответственно Все меньше будет Инструментов Для того Чтобы дальше Население держать Вот в том Таком гипнотическом Оцепенении В котором он находится Все последнее время Да Пропаганда действительно Очень сильна И ее Собственно За счет нее Действительно Все и держится По большому счету Да Но Вот мне очень нравится Мудрость Что Можно обманывать Весь народ Какое-то время Можно обманывать Часть народа Все время Но нельзя обманывать Весь народ И все время Понимаете Подходит Когда-то Предел Особый Свой путь Ну Понимаете Все-таки Тем не менее Какие-то есть Объективные вещи И самое главное Что Опять же Здесь это прозвучало Революция всегда Наступает вдруг Да Сложно прогнозировать Эти процессы Мы все помним Что в январе 2017 года Ленин писал Что дай бог Революцию наши внуки Увидят Грубо говоря По смыслу Так его слова звучали Да А уже в феврале Пошли какие бурления Поэтому Задача Я считаю Всех здравых Политических сил Наращивать Свою возможность Воздействовать на общество С балансным сил Качнется Может быть даже Не слишком сильно В ту или иную сторону Но это станет Триггером для запуска Сильнейших Каких-то общественных Потрясений Быть в состоянии Удержать страну От распада И перевести Все-таки Транзит власти В конструктивное русло Чтобы она оказалась В руках левых патриотов Людмила Игоревна Ну вот Кстати говоря Данные Которые проводил Сергей Павлович Уже были озвучены Но вот К ним присоединяется Еще Левада-центр По их оценкам 86% Россиян Не желает участвовать Вообще ни в каких Протестных акциях А 88% Респондентов Сказали Что они вообще Не замечали Ни одной протестной акции В течение последних месяцев О чем это может говорить? Вы знаете Цифры 88% Они весьма странные На фоне того Что у нас сейчас Все Подмосковье Активно митингуют В связи с экологической проблемой Там Казань митингует Из-за строительства Мусоросжигательных заводов Уже давно Митинговала Кемерово Еще до Этой страшной трагедии Соответственно В Челябинской области Много было митингов Тоже по экологии В Красноярском крае То есть В принципе Точки митингов Они значительны При том что Опять Если вспомним Трудовые конфликты То у нас Из 85 регионов В 64 Уже были трудовые конфликты В виде протестов Здесь вообще пропаганда действует Как раз Это же не мультиплицируется Инвестии Да Совершенно верно Поэтому То что 88% Это результат пропаганды Что народ Услышал Узнал То он донес С другой стороны Как же все-таки Выявить Что же в стране происходит Допустим Я бы вела Даже другой показатель Вот Есть протесты Это понятно Уже в стране Все плохо Ну к примеру Другой показатель Это демография Это реально Отражение того Что происходит в стране Вот Медведев у нас заявил Недавно в отчете Правительства За 6 лет Который говорил Что у нас за 6 лет Население выросло На 3 миллиона Теперь Когда Смотрим цифры То видим Что 2,5 миллиона Это Крым Плюс остальная часть Это мигранты И естественный Был не прирост А убыль 54 тысячи Смотрим Прошлый год Соответственно Убыль 200 тысяч Населения В рождаемости Это уже показали От того Как население Среагировало На социально-экономическую Ситуацию В стране Поэтому Эти цифры 88% Это явно Отражение Замусульности Мозгов Наверное Российского Населения Но никак Не объективная Картина Понятно Но с вашей точки зрения Все-таки Основная масса Россия Будет как-то Реагировать На ухудшение Уровня жизни Падение качества Потому что И свалки И токсичные отходы И качество Образование Медицины И наплыв Дженериков И запрет на воздух И пальмовое масло И горючие твороги И молоко И звездки С антибиотиками Это тоже Это качество жизни Населения Правильно То есть Они будут как-то Реагировать Или будем радоваться Дальше якобы Импортозамещение По стране Шагая Тут значит Сейчас Будем объединяться В борьбе Или будем разрознены Объединение Скорее всего Маловероятно Разрозненные точки Да будут У нас население Реагирует Очень остро Соответственно Уже тут звучало Когда вопрос детей Касается Но это достаточно Остро Когда вопрос касается Личного кошелька Вот мы помним Дальнобойщиков Которые митинговали Против системы Платон Это были массовые акции Протеста Но тем не менее Их никто в итоге Не поддержал Аналогично Мы можем говорить О других трудящихся Шахтеры В Кинг-Кол Это тоже одна история Там коммунисты Активно их поддерживали Другие трудовые конфликты То есть Население точно реагирует Это проблемы дольщиков Проблема вкладчиков Все они остались Без денежных средств В результате чистки Банковской системы И пытаются Как-то подняться И донести Свой голос До народа Но это всегда Разрозненно То есть Пока человек Эту же проблему На себе не испытает Он не объединяется Спасибо Сергей Павлович Такое ощущение Что власти Просто судорожно Боятся Политизирования Социально-экономического Протеста То есть Мы видим Что когда выходили Дальнобойщики Говорили Только ребят Не потягивайте политику Не нужны Здесь оппозиционные парни Не пускайте КПРФ Когда-то происходила Ситуация С кинутыми Дольщиками жилья Патчиками Мы сейчас видим На Подмосковье Подмосковье Кемерово Как только появляются Красные флаги Тут же Не политизируйте Это правильно Это неправильно Понимаете В любом случае Она будет Из-за этого бороться Власть Потому что Это невыгодно Но этот процесс Не остановить Сейчас Сегодня Не политизируйте А завтра Граждане Ну Кажется Либо газом Дыши Либо Мусором По голове Тебя просветят Объективная реальность Мы так сильно разрознены Сергей Павлович Мы настолько сильно разрознены Что люди не могут понять Что нужно бороться Не за каждую За свою хату И говорят Что моя хата сбоку В этом задача В общем-то Политических сил Понимают Что я войск Единый с врачами С учителями С угольщиками Еще раз говорю В этом собственно Рея задача Политических сил Сами по себе Никогда не объединяться Не коагулируется И какова перспектива Этого процесса объединения Что для этого необходимо делать Без останки Либо башни Там можно провести Без этой Кащеевой иглы Объективно Процессы никто Остановить не может Затормозить можно Затормозить можно Но остановить это невозможно Какая бы ни была пропаганда Я думаю Что все вот эти вот Рассказы О шести годах Двенадцати Это все от лукавства Мы на пороге Очень больших перемен Больших перемен И внутренних Людей что останавливает Вот когда мы говорим Солидарность Трудящихся Первый май Люди хотят перемен Но они боятся потрясений Да Хотят и боятся одновременно Да Хотят и боятся Вот когда перестанут бояться Вот этих перемен Значит да Никуда не денешься Чем-то придется жертвовать Но во имя выживания Во имя Ну видимо Что такое революционная ситуация Да Когда край Да Уже обнищание дошло Или противоречия Достигли своих пределов Да пока нет Согласен Что значит Удается С помощью вот этих квазипродуктов Видимость изобилия Да Горящего творога Как же вы хотите пустых полок Как там Купи еды последний раз Да Купи еды Чем такую еду Травиться Лучше вспомнить То советские ограниченные Ассортизи Спасибо Поэтому в любом случае Первого мая Это еще одно напоминание Того что Объединяемся Боремся По отдельности Все будут растоптаны Полностью с вами согласен Юрий Николаевич Но вот все таки вопрос Опять таки По объединению Массы трудящихся Как это можно провести Удастся ли это сделать Или все таки Действительно Пока зомбоящих И дебилизер Побеждают в холодильник И вести эту Под полную диверсионную Партизанскую войну Ну смысла нет Потому что как бы Но вот мы видим Как пугает же население Что лучше так Плохенько бедненько Застойно затянем пояса Чем не дай бог Сирия, Тунис, Египет, Украина Либо какой-нибудь Ливийский сценарий Вы хотите так Чтобы вас тут агрессор Эмпевистически израили Лучше терпите своих Вот не очень хороших Но какие есть С этих бояр и феодалов Ну вот смотрите Как интересно Предыдущий Условно Негласный договор Власти и народа Стоял в том Чтобы В обмен на благосостояние Лояльность Начиная с 2014 года У нас другой договор Сверхдержава В обмен на лояльность И в этом смысле Ну то что сейчас Вот то что вы называете Пропагандой Эксплуатируется очень сильно Некоторое Некоторое исторически Сложившееся Желание быть сверхдержавой Ну это же Вот этот факт И тут дело не в одной пропаганде Нужно как бы вести Активную внешнюю политику Потому что Пропаганда была и до этого Но нужно было по телевизору Начать показывать Приседение Крыма Там и разные другие Активные внешние действия Пропаганда это не только Внешние политики Это и внутренняя политика Тоже своего ракурса Но подождите Но в этом смысле Так сказать Гений внутренней политики Сурков Привел Вот до периода Когда началась Внешняя реальная Активная политика Ну привел К протестам 11-12 года Хотя он там считается Вот гением манипуляций И всего остального Поэтому там Недостаточно одной пропаганды И в этом смысле Вот эта вот вся лояльность Которая сейчас держится Это сверхдержава В обмен Ощущение себя сверхдержавой Что мы участвуем В мировых делах В обмен на лояльность На самом деле Вот это вот соглашение Что мы отказываемся Немножко от Социальных благ Материальных благ В пользу ощущения Того, что мы сверхдержава Национальной гордости Да, да, да Оно эксплуатируется И какой там резерв эксплуатации Это хороший вопрос И мне кажется Что на самом деле Это вы Ну вот Война в Сирии В этом смысле Дальше можно там Абхазию присоединить Северную Осетию В этом смысле Опять же Ресурс Внешних политических Активных действий Его тоже много Можно в какой-нибудь войне В Африке поучаствовать Ну там большой ресурс На Приднестровье еще Да В Приднестровье опять И так далее Понятно Поэтому мне кажется Что этот ресурс Будет долго еще использоваться Действительно Давайте как раз Ее тему тоже с вами разовьем Но мы немножко С другого ракурса посмотрим Известно Что одной из технологий Противодействия Росту левых Настроений Запрос общества На социальную справедливость И на искоренение От этого Скажем так Компрадурского Компрадурской буржуазии Является Фашизация общества Потакание Такому пещерному национализму И созращивание риторики Вот этого социал Социал Национализма Нацизма Как угодно можно называть Вот российская власть Идет по этому пути Да или нет Такое ощущение Что уже определенные Так сказать Проблески этого наблюдаются И мы это видим В 20-30-е годы Действительно Рост Фашистских режимов В Европе Был своего рода Ответом Крупного капитала На рост Левых настроений Сейчас ситуация Может быть Немножко другая На той же Украине Там фашизация Произошла Благодаря преимущественному Мешательству извне Нежели Не только и не столько Внутренние процессы Этому способствовали Но в России Это тоже существует Ведь давайте вспомним Например Определение Георга Димитрова Да Фашизм Это прямая террористическая Диктатура Крупного капитала Собственно Да У нас Говорить о том Что там террор Против собственного народа Идет Конечно Наверное Было бы преувеличением Другой вопрос Что Диктатура В смысле Политического господства Одного класса Да Ну она По-моему Совершенно очевидна Даже институты буржуазной Демократии Ну уже давно Превратились Совершенно имитационно Просто такую Жиденькую Достаточно ширму Так сказать Дырявую Которая прикрывает Ну режим Самовласти Вот Причем Абсолютно ориентированно На защиту Интересов Как раз Крупного бизнеса В этом смысле Фашизация Уже Произошла Да Другой вопрос Что Опять же Не нужно думать Что фашизм Это там Где вывешивают Портреты Гитлера Там Я не знаю Знамена Третьего рейха Где ходят Там Кидают Зиги И все остальное Нет Да Фашизм В первую очередь Там Где подавляется Рабочее движение Есть это До определенной степени Есть Фашизм Там Где идет Тотальная пропаганда Идея Опять же Выгодных Действующим режимом В принципе Тоже есть Да В этом отношении Собственно Борьба с неугодными С инакомыслием Там В разных его формах И так далее И так далее То есть Все это В принципе Присутствует Да Поэтому Угроза фашизма В смысле Превращения Режима Да В тот Который будет Подавлять своих Политических оппонентов И попытаться Консервировать В том числе И насильственным способом Действующую политическую ситуацию Это в принципе Уже есть Спасибо Очень коротко Я только хочу Возразить И сказать Что Не надо Затаскивать Слово фашизм Страшное Мы его как-то Извели до обыденности Все-таки Фашизация Это Значит Должен быть Объект Исключительности Исключительности Который Ну Я уже не говорю Про мистику Фашизма Так вот Мы сейчас Имеем это Скорее даже Больше в глобальном Флане То есть Мировая олигархия Борется за бессмертие То есть Это Это форма Исключительности Вот этих вот людей То есть Внедрение реальности Виртуальной реальности Для всех остальных Вот если вспомнить Ивана Ефремова Да С его Часом быка Вот это общество Да Долгоживущих Короткоживущих Вот по сути дела В глобальном плане Мы имеем попытку От построения Вот этого Глобального общества Где есть сверхчеловеки И недочеловеки Которые Просто Расходный материал И мне кажется Проблема гораздо страшнее Чем просто Подавление оппозиции Значит Я думаю Это крайне интересная тема Для отдельного разговора Думаю С эту программу проведем Ну давай Денис Андреевич С вас начнем Тогда просто Ключительный вопрос Нашей беседы Скорое время уже Подходит к концу Нашей программы Что бы вы пожелали Нашим телезрителям В этот праздничный день Первого мая Ну во-первых Несмотря ни на что Хорошего настроения Да Все-таки Этот день Который Давний Такой серьезной Правильной Революционной традиции Нужно просто ее помнить Да Нужно ее чтить И самое главное Мы должны понимать Что если мы хотим Жить свободно Да Если мы хотим Жить достойно То конечно Нужно вспомнить О том Что солидарность Это в том числе И поддержка тех Кто борется сейчас Даже если у тебя Все хорошо Спасибо Юрий Николаевич Я бы пожелал Вот этой вот самой Консолидации Которой на самом деле По-моему все-таки нет Несмотря на опрос Но Консолидации Не между Пищевыми производственниками Продавцами Офисным планктоном И разными другими Трудящимися Потому что толку От такой консолидации Даже если они отожмут Себе немножко Социальных благ Будет не очень много По за счет консолидации А вот Консолидации Того класса Или той социальной группы Которая скорее всего Будет составная Которая способна Реально запустить Реальное промышленно-экономическое Развитие Спасибо большое Людмила Игорь Что можете добавить Я пожелала Чтобы у каждого Была возможность На труд Достойную заработную плату И развивая мысль О консолидации О том Чтобы каждый помнил Что он не просто Один какой-то там винтик Он часть большого государства И чтобы работал На благо этого государства И чтобы у него Были все возможности Реализовать свой потенциал Для процветания страны А не капитала Кого-то там Спасибо, что я Сергей Павлович Что пожелаете Зрителям Ну Праздник труда Прежде всего Труд 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 Еще раз Труд без труда Мы с вами все И как общество И как личности Погибнем Потому что Вот деградация человека И вымывание его из трудовой сферы Это одно из преступлений Нынешней власти В том числе Понятно отсюда И справедливость Русский человек Без справедливости Не может жить Поэтому труд И справедливость Это два ключевых элемента Нынешнего праздника И всей нашей русской жизни Уважаемые гости Большое вам спасибо За крайне содержательный разговор Но от лица телеканала Красной линии Я поздравляю всех наших Уважаемых телезрителей Да и всех россиян С праздником Первого мая Ну и конечно Совершенно очевидно Что за свои трудовые Гражданские И конституционные права Необходимо бороться Вести не только диванные Баталии И интернет переписки С лайками И дизлайками Ну и собственно говоря В том числе Участвовать в тех Общественных движениях И в партиях А также входить на улицы И отстаивать Свои права За них бороться И только это Может быть ситуация Встать в лучшую сторону Всего доброго До скорых встреч Редактор субтитров А.Семкин